Всем доброго дня! В эфире хроника Западного Азербайджана. Мой собеседник, чрезвычайно полномочный посол Азербайджана Аппас Али Гасанов. Добро пожаловать! Спасибо! Аппас Али Мялем, что для вас означает тема Западного Азербайджана? Каково географическое и политическое значение этого региона? Тема Западного Азербайджана стала сейчас самым актуальным вопросом и для каждого азербайджанца, проживающего в Азербайджане и за пределом Азербайджана. Потому что в этом направлении уже ведется работа. Когда-то была неясность, не было компаса, как говорится. Теперь компас есть, то есть президент Илья Малиев очертил дорожную карту и мы теперь знаем, что нужно делать. Есть такая карта, военно-топографическая карта Кавказского военного округа, которая была издана в 1903 году в Тюбелесе. Вот если посмотреть эту карту, то там четко можно видеть, что на территории нынешней Армении, на той территории, которая к тому времени являлась исконным землями азербайджанцев, нет ни одного топонима, кроме азербайджанского. В 1918 году 9 тысяч квадратных километров азербайджанских земель вокруг Иривана, когда передали Армении, дали возможность создать государство Армении, хотя Армения там в одном из пунктов указывалось, что Армения впредь не будет поднимать вопрос претензий, земельные претензии, территориальные претензии по отношению к азербайджану и Турции, но, естественно, Армения, она не подписывала этот документ, это соглашение для его выполнения в последующем. В последующие годы частично, каждый раз, значит, часть наших земель просто-напросто дарили нашей земле, но это не имеет никакого основания, правового основания, поэтому мы прави требовать вернуть нашей земле за исключением вот то, что было в 1918 году, то, что было передано, подписан документ, там всего-навсего, как я сказал, 9 тысяч квадратных километров, а остальные 20 с лишним, там 20,8 тысяч квадратных километров, которые были отданы Армении без закона, без какого-либо основания. То, что было передано Армении, мы должны вернуть, и самое главное, вернуться нам на наши исконные земли. Естественно, в географическом плане означает многое. Во-первых, мы потеряли логистику. Если бы эта территория была бы азербайджанской, то есть входила бы в состав Азербайджанской республики, то мы имели бы больше возможностей для логистик с Турцией и так далее. С другой стороны, мы потеряли, я могу сказать, что мы потеряли все, все, что было на этой территории. Армяне заселялись там, где хороший климат, хорошая вода, питьевая вода и так далее. То есть то, что необходимо для нормальной жизни человека, для нормальной жизни населения. Идеальная была питьевая вода, с другой стороны, достатки. Но на сегодняшний день, вот если сравнить, допустим, запасы воды подземных или наземных вод на Южном Кавказе, то можно сказать, что мы, конечно, в этом плане мы сейчас находимся не очень в хороших условиях. Если сравнить, значит, Грузия имеет 180 миллиардов кубметров, Армения 80 миллиардов кубметров, Азербайджан всего-навсего 30 миллиардов кубметров. То есть по сравнению с Грузией у нас 6 раз меньше, по сравнению с Арменией 2,5 раза меньше. Видите? Поэтому у нас сейчас дефицит питьевой воды. Так что мы потеряли очень многое. Мы потеряли традиции, мы потеряли культуру. Мы потеряли... Каждая деревня, каждый район, каждый уголок имел свои культурные наследия. Мы все потеряли. Так что, конечно, если остановиться на этом вопросе, можно говорить долго. Но в общей сложности нам... Почему это я говорю? Потому что все это нужно вернуть. Вы родом из Геичинского Махала, родились в 1953 году в Геодобяйском районе. Связан ли факт переезда вашего отца из родного села с депортацией азербайджанцев? Мои родители родом из Чамберажского района. Значит, отец из Орланыжа, мать из Туулджи. Естественно, они жили там в 1947-1948 годах. В 1947-1953 годах, когда была депортация азербайджанцев из западного Азербайджана, тогда переехали... Вынуждены переехать многие, но часть остались в Геодче. Почему? Потому что армяне, например, в Геодче, они жили меньше. Почему? Потому что климат был суровый. В нашей семье отец переехал в Кедовецкий район, там был Савитабад, сейчас переименовали Шахтах. Вот в этой деревне Шахтах, нынешней Шахтах, я родился в 1953 году. Но в 1958 году мои родители, то есть наша семья, опять переехала в Геодчу, в нашу деревню, в склонную деревню, и жили там по 1968 год. В 1966 году отец скончался, после этого вынуждены мы были переехать уже там, по семейным обстоятельствам, потому что, естественно, в деревне нужно было держать хозяйство, а климатические условия в Армении, они очень... Не во всей Армении, а в Геодче очень суровый, да, если так взять, вот, например, в октябре, в октябре, в октябре, да, где-то в начале октября, снег уже, и потом такой сильный снегопад начинал, был. И где-то, где-то в середине, до середины мая скот нужно было кормить, и это, конечно, было накладно. Мужская рука обязательно нужна была. Да, да, да. Я представляю, что там творилось в феврале месяце. Кошмар. Да. Да, и вы поэтому вынуждены, вы переехали в Геоддей. Извините, я вас перебью. Пожалуйста, пожалуйста. Так что вот причина такого была. Аппас Алим Алим, вы востоковед и знаете арабско-персидский язык. Интересно, как показана история армян в персоязычных источниках? Я чуть-чуть, позвольте, подкорректирую вопрос. Значит, да, я учился на факультете востоковедения в отделении персидского языка и литературы. Мы изучали и арабский язык, а в арабском отделении первым языком являлся арабский, второй язык персидский. И они тоже изучали персидский. Но поскольку я потом уже вплотную занялся персидским языком, когда языком не пользуешься, когда не говоришь, язык просто-напросто забывается. Должен сказать, что армяне пытались столетиями, пытались все, значит, все-все-все фальсифицировать. И в том числе в персидских источниках тоже, значит, многое, чего было фальсифицировано. Но и в этом плане нужно было довести до иранской общественности истину. Нужно было довести. Я, с вашего позволения, если можно, приведу два примера. Пожалуйста, конечно. Где-то в конце 80-х годов прошлого века была издана здесь книга. Она называлась так на азербайджанском. «Рус чаризмни азербайджана гетренер». Книга так называлась. Я его читал здесь, когда был назначен послом. Я эту книгу решил там перевести, напишите язык. Раз, издать. И второе, издать эту книгу на азербайджанском языке, но арабским шрифтом, для того, чтобы азербайджанцы, проживающие в Иране, чтобы они тоже могли бы читать. Читать, во-первых, ознакомиться с содержанием книги. С другой стороны, там литературный язык в Иране для азербайджанцев это большое было достоянием. Значит, эту книгу перевели, и перевел его Амир Бахшайща, один из наших интеллигентов, я имею в виду интеллигентов азербайджанцев, проживающих в Иране. Он перевел эту книгу на персидский язык, и мы его издали, по-моему, большим тиражом. Сперва 5 тысяч, потом еще 5 тысяч издали, и на азербайджанском мы его издали, на азербайджанском арабским шрифтом 5 тысяч. Так вот, там, в этой книге было очень много фактов, которые не знали в Иране. Например, и у нас этой информации не было нигде до этого, до издания этой книги. Оказывается, в 1915 году армяне, для того, чтобы создать армянское государство, армяне и ассурийцы, они, значит, напали на провинцию западный азербайджан. В Иране имеется несколько установ, то есть гувернии, в которых проживают исконно, проживали всегда азербайджанцы. В Хамадане, потом восточный азербайджан, западный азербайджан, так называются эти провинции, Ардабиль, Зянджан и так далее, Казвин и так далее. На этой большой территории проживали всегда азербайджанцы. Так вот, армяне решили создать государство в 1915 году, вот на территории западного азербайджана, в этой провинции, центром которой является Урме, город Урме. Значит, были ожесточенные войны, была битва, и там армяне и ассурийцы совершили геноцид. Но, естественно, это не без помощи было других государств, но там было убито 100 тысяч азербайджанцев. Об этом в наших других источниках я не встречал до того времени. Вот это была первая информация, и эта информация, она была воспринята населением Ирана с большим интересом. В иранской прессе об этом никогда не писали, люди уже забыли. Но я спрашивал у представителей старшего поколения, и вот доктор Джават Ияд покойный, он мне рассказывал, он слышал от своих родителей. Представители старшего поколения об этом знали, они рассказывали, но они тоже говорили, что потом об этом нигде не стали писать, и старались умолчать. Но в Иране, в городе Урме, издается газета «Навида Азербайджан». И вот в этой газете, представьте, вот эту книгу, в каждом номере начали печатать его, то есть печатали эту книгу сначала до конца. Это было своеобразным, ну, триумфом, я бы сказал бы. Население, они поняли, насколько были коварными армяне и ассурийцы, и те, которые их поддерживали. После этого отношение к Армении намного изменилось. Это было среди населения. Но на государственном уровне продолжали развивать отношения, расширять отношения с Арменией. Это была одна сторона вопроса, но с другой стороны народ уже смог получить достоверную информацию. Другой, приведу пример. Однажды ко мне пришел духовный, он был в Джат-Ил-Ислам, и говорит, я написал книгу про Карабах. У меня нет возможности, я хотел бы вас попросить, чтобы вы ее издали. Я взял, ночью почитал его, я посмотрел, это было, ну, как сказать, вот где-то тут, там какая-то была информация. Он слепил, но из него, конечно, книгу сделать не получилось бы, но там была очень интересная информация. Он ссылался на арабские источники. Значит, когда вот на нашей территории установили ислам, исламскую религию, тогда армяне обратились к аббасидам, предложили взятку и попросили об одном. Ислам, чтобы они вот эту территорию назвали бы аромене, то есть понынче это армяне. Но, естественно, аббасиды не согласились. Они в первую очередь поставили условие, чтобы армяне приняли бы ислам. Ислам они не принялись, естественно, вот и аббасиды тоже никаких изменений на карте в названии, топонимику не стали изменять. И вот только из-за этого, вот из-за этой информации издали эту книгу. Везде всегда нужно работать, везде нужно искать пути, как довести до населения, до общества, того государства, где находится наша посольница, где посол работает. Нужно искать всегда пути для того, чтобы довести до сознания людей, значит, истину. Апас Алим Алим, вы долгое время работали чрезвычайным и полномоченным послом Азербайджана в Иране и Таджикистане. Как известно, дипломаты вы наверняка за время своей деятельности имели много встреч и диалогов с армянскими коллегами. Каково было их отношение к этим процессам? Горбачев, когда ввел в Баку войска, когда совершили трагедию в ночь с 19 на 20 января, вот перед этим, значит, из Таджикистана привезли сюда милицейских работников. По-моему, один самолет или целый самолет. Потом попросили второй самолет, то есть два самолета привезли сюда сотрудников милиции. И в это время, буквально прошло несколько дней, и, значит, для армян, которые после землетрясения в спитате, значит, которых перевезли, привезли в Таджикистан, и для них государство построило, тогда правительство построило дома, значит, девятиэтажные дома, там многоблочные. И эти дома были предназначены для тех вот армян, которые приехали из спитака после землетрясения. Так вот, значит, эти дома уже были построены, и вот нужно было раздать эти квартиры среди армян. Местное население, когда узнало, что эти дома будут раздавать только армянам, ну, возмутились, почему? Потому что они заявили о том, что люди стоят в очередь в Одессе, 15-20 лет, не могут получить квартиру, а тут приехали два года назад, только приехали армяне, и тут им дают квартиру. Естественно, там чья-то рука была. Там был армянин, который был, значит, работал в совмине управляющим. И вот с его поддачи построено было там два дома. И когда стал вопрос, значит, распределить эти квартиры между армянами, а эти дома и до сих пор армянским домом называют. Если там ориентироваться в городе, люди между собой, когда, допустим, хотят ориентироваться на чем-то... Местоположение. Да, местоположение. Там прокуратура была и армянские дома. Они обычно называют... Вот свернешь около армянского дома, свернешь направо и так далее. Так вот, эти дома и до сих пор называют армянскими. Так, что дальше получилось? Я тогда говорил с первым секретарем ЦК Компартии Таджикистана, который потом стал первым президентом Таджикистана Кахар Макамыч Макамов. И каждый раз я у него спрашивал подробности, он все это мне рассказывал. И вот он, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана. Каждый день люди, говорят, собирались перед ЦК. Выражали свое недовольство, и каждый день их, как сказать, недовольных стало больше. 100, 150, 200, 300. И я, говорят, каждый день звонил в Москву, верните мне милиционеру. У меня нет здесь милиционера для того, чтобы хоть как-то защитить. Ну, и мне, говорят, обещали, но так и не прислали. И вот этот комок, так сказать, изо дня в день он увеличился, и потом уже стали не только десятки людей собираться, а сотни и тысячи. Потом уже, недовольные тем, что квартиру распределяют только для армян, потом другие социальные вопросы начали поднимать, и пошло, и пошло. И это все переросло, в конце концов, в гражданскую войну в Таджикистане, которая длилась 8 лет, и погибло 154 тысяч человек погибли во время этой гражданской войны, и 20 тысяч были без вести пропавшие. Вот и, видите, из мелочи, опять-таки армянский вопрос, из мелочи выросла большая беда, большая проблема. И, видите, вот опять-таки армянский вопрос. Армяне везде, везде нам самым маленьким, любой маленький вопрос, и из него всегда делают что-нибудь, используют для своей выгоды, и чтобы обозначить, что вот есть армянский народ. Когда мы поехали в Таджикистан, я там проработал 2012 по начало 2018 года. Вот мы приехали на рынке, этот зелень. И вот я смотрю этот Вазарий наш, я даже не помню, как на русском, я у них спрашиваю, как у вас на таджикском это зелень, как называют? Они мне говорят, армянская трава. Я говорю, какой армянин, слушай, какое отношение к этому и к этой траве имеет армянин? Он говорит, нет, здесь мы у нас, говорят, называем мы его армянская трава. Почему? Потому что армяне, когда поехали туда, семена с собой отвезли, и начали сажать, и вот армянская трава. То есть, и в народной медицине, и в медицине, и в медицине, опять-таки, там есть кое-какие травы, которые связаны с названием армянин. Так что везде, везде у них фальсификация. Все строится на фальсификации. Апас Алимялем, каково ваше отношение к сегодняшней политике, которая проводится для возвращения западных азербайджанцев, то есть уроженцев, на исконные территории, на родину? Ну, во-первых, должны радоваться, что мы увидели вот это поколение. Мы увидели победу. Освободились. Наши земли освобождены. Это большая победа. Каждая пять земли азербайджанской, она является достоянием всего народа, всего азербайджанского народа. 60-миллионный азербайджанский народ. Президент Илья Камалиев совершил исторический ход. Освобождены азербайджанская армия, азербайджанский народ во главе с главнокомандующим, президентом, освободили земли. Теперь нужно, теперь также вот взяться за возвращение тех потерянных земель. Исторические события сейчас, они меняются, меняются в лучшую сторону. Будут изменения. В регионе будут изменения. Политическая карта мира, она будет изменена. Сейчас старт дан, теперь нужно вести работу, а общество западного азербайджана в этом направлении действительно уже проделало много работы за короткое время, но предстоит сделать очень-очень много. во-первых, нужно политическую базу создать под собой, политическую базу, то есть довести до мирового сообщества, то, что наши земли просто-напросто были беззаконно, без какого-либо юридического основания были переданы как бы как подарок Армении. И искусственно территорию Армении от 9 тысяч квадратных километров превратили, довели до 29,8 квадратных километров. Мы знаем, что это наши земли, но весь мир об этом не знает. Спасибо большое, Аббас Алим Алим. А я хочу напомнить, что у нас в гостях был чрезвычайно полномоченный посол Азербайджана Аббас Али Гасанов. В эфире была передача Хроника Западного Азербайджана. До встречи.